приветствую друзья мои подписчики дрянавода дрянаманы и просто гости моей страничке давно я не выходил на связь где-то с полгода может быть даже больше последние последнее моего видео было посвящено вот этому вот этому передатчику к этому пульту и после этого не было возможности не отснять материал не опубликовать его но сегодня нашел время решил поделиться с вами новостями да и обещал я что в летнем сезоне начну аэронавигацию и расскажу вам о том как себя ведут или как себя повели модели которые две я собрал зимний период осенний зимний период прошедшего прошедший эти две модели 5-дюймовые и 7-дюймовые броны наконец-то я смог их опробовать прекрасно понимаете что сейчас обстановка для полетов очень сложная все запрещено летать нельзя поэтому надо ухитриться выбрать место ухитриться выбрать время так чтобы это было без последствий но чтобы ты никому не навредил и тебе не навредили что у меня кроме этих дронов какие новинки еще есть но я показался новый пульт вот есть у меня шлем перешел я на учитывая что пришлось пользоваться или вернее что я собрал дроны на раме и летать приходится в акро а также понадобился мне такой вот шлем он в принципе недорогой все меня устраивают за исключением что сами видите я в очках и зрение у меня очень слабое будем так говорить что мне нужна сильная корректировка у меня стекла здесь плюс 8 вот это линзы и учитывая что у этого шлема не регулируется фокус то мне немножко сложновато наводить самому фокус при полете и первое время было очень даже проблематично также появилась у меня такая новинка вот такой вот такой вот зарядное устройство отличное зарядное устройство вообще универсальное особенно в полевых условиях и условиях в наших условиях когда свет отключают на 12 18 часов в сутки вот и все у нас на аккумуляторах практически можно зарядить от двухбаночного аккумулятора 5-ти баночный 6-ти баночный аккумулятор так что сами понимаете это проблема только в том что он что зарядное устройство или адаптер зарядка стоит столько же примерно сколько сам вот этот зарядное устройство им практически можно заряжать любой вид аккумулятора до 6-ти баночных то есть включительно 6-ти баночных но если кто кого это интересует может поинтересоваться на алиэкспрессе в интернете на ютубе информация по этим по этим зарядкам есть это седьмая версия так что это обновленная шестерка очень легкий я подключу сейчас мы от трехбаночный аккумулятор подключим можно заряжать также и телефонный пауэрбанк можно заряжать то есть вот так он загружается здесь есть разное меню но я сейчас не ставлю задачу рассказывать вам тактико-технические характеристики как пользоваться этим устройством найдете попробуйте у меня задача другая на сегодня быстренько быстренько вам рассказать о моих первых полетах на вновь собранных дронах у меня здесь также присутствует вот мой 9 дюймовый 9,5 дюймов квадрокоптер которым я раньше пользовался он с подвесом немножко его позабыл но сейчас все больше и больше мне хочется летать именно на нем вот он более надежный по сравнению с этими вот моделями во первых и в сборке проще его собирать больше места вторых и корпус такой не убиваемый этот корпус у меня уже только на держится как и рассказал раньше на скотче вот и все летает и место здесь можно размещать и здесь аккумулятор и можно его подвешивать более мощный сюда аккумулятор тот же аккумулятор пятибаночный он сюда подвешивается из 20 на аккумулятор 21700 малиссель четыре с половиной ампер часа 45 амперный даже 50 ампер на все это работает вот видите было у меня практически ну там по два комплекта винтов запасных таким а сейчас сейчас мне приходится запасаться вот такими вот коробками это коробка у меня для 7 дюймового различные видите в основном это кинфаровские а также есть еще других производителей вот такие есть винты если видно это коробка с 5 дюймовыми видите тут и складные и двухлучевые и раз с разным шагом 3 лучевые лучше конечно цветные брать винты почему когда непредвиденные посадки где-то в кустах на деревьях в траве искать проще они выделяются лучше ярких голубые оранжевые красные еще коробка видите это 9-10 дюймовые винтов хватает тут у меня не присутствует только еще мавик р-2 и боинтуз как учебный для внуков учебная модель ну возникала конечно проблема когда я перешел на ну вернее решил попробовать в прошлом году на 5 7 дюймовых моделях вот на этих на раме то есть я в принципе был всегда категоричен и против рамы не нравилось мне честно откровенно но ко всему приходишь как правило со временем что-то начинает надоедать или от чего-то начинаешь скучать так я начал скучать от квадрокоптеров больших которые нужны мне были для фото-видео съемки с появлением мавика r2 я как-то сначала подзапустил и те модели но потом и мавик надоел что-нибудь захотелось более живого более динамичного вот я сначала из остатков раздавленного 10-дюймового дрона моего на в корпусе сим x8 я собрал 5 дюймовый потом переделал в 7 дюймовые вот эти потом поменял моторы потом поменял по потом сюда поставил новый полетный контроллер вот кстати я тем полетным контроллером которым на 5 дюймовым это у нас f4 v3s плюс он не бас значит не очень доволен да в принципе много много у меня проблем он хоть и пишет что он подходит под айнав но с айнавом у него не все гладко особенно проблема с возвратом домой и при подаче команды сейчас продемонстрирую когда когда нажимаешь возврат в экстренной ситуации возврат домой или возврат аварийный режим возврат в точку старта вот он к сожалению не всегда чаще всего если из акра режима он не летит он начинает кувыркаться и в конце концов где-то падает и где-то падает единственный раз он у меня полетел когда в режиме стабилизации он прилетел но это было самый первый полет потому что там было очень проблемно он прилетел но его начало так гонять по горизонту он никак не мог определить свою точку и потом в конце концов него пришлось аварийно сажать и то есть с этой функции плохо справляется не знаю будем еще работать над этим посмотрим что получится в перспективе у мотеков 405 SE этой проблемы нет он как и летал по этой функции отлично так и на 7 дюймовой раме с 7 дюймовыми винтами он и в акрорежиме летает хорошо и в режиме стабилизации и в режиме удержания позиции он летает просто надежно так не буду говорить что замечательно просто надежно вот это главное при полетах когда я перешел вот на этот пульт у меня возникла проблема как наблюдать ход полета через очки или такой бокс или в экране но для того чтобы наблюдать на мониторе допустим на таком мониторе приемники или в телефоне значит не было здесь никакого крепления я тогда решил снять крепление с флайская с флайкаевского передатчика и поставить сюда и очень даже очень хорошо он сюда садится здесь просто поворачивается крепление немножко на 90 градусов крепится и он регулируется только без фанатизма конечно назад ослабить вот этот винтик и выставить необходимую и сюда ставится все себя выключил сюда ставится элементарно вот единственная только проблема что нет записи в этого монитора в этого приемника нет записи а так контролировать полет можно хорошая вещь поэтому для дублирования дублирования полета то есть если я работаю в очках то продублировать можно в этом мониторе также у меня есть вот такое такой еще приемник для мобильного телефона я его специально свободный корпус который у меня старый корпус было моего телефона наклеил чтобы не приклеивать и переклеивать на другие корпуса его просто меняешь корпус одеваешь подключаешься юсби кабелем юсби микро вот с одной стороны такси с другой стороны такси идет в телефон а сюда идет микро юсби но есть другие модели наверное может быть уже есть тайп си тайп си вот поэтому без проблем качество хорошая и программа которая установлена на телефоне на смартфоне она позволяет вести запись причем разрешение записи хорошие вот но есть один недостаток если вы прервали запись выключением смартфона или она природа по другим техническим проблемам то эта запись потом не воспроизводится вот с такой проблемой я очень часто бывают спешки выключаешь по смартфон если где-то ситуация довольно таки ну будем там чипешное там непредвиденное резкое изменение обстановки падает ваш дрон что-то случается и вы в попыхах чтобы успеть его найти выключите другие проблемы выключаете телефон и все и потом в эту запись у меня так было в прошлом году когда я потерял свой дрон в подсолнухах он оказался хотя я искал в другом месте у меня не было записи по которой бы я мог воспроизвести место нахождения моего квадрокоптера и он там пролежал четыре месяца пока его комбайн не раздавил но кто смотрит регулярно заходит регулярно на мою страничку смотрит видео значит там есть рассказ о том как я потерял этот дрон и почему я создал вот пришел к этому дрону что это практически была предыстория создания дронов фпв дронов на раме поэтому когда есть запись тогда можно найти по координатам можно по видео воспроизведения места падения то есть хотя бы иметь какую-то первоначальную информацию а когда ничего вы не видели куда он упал и только так догадки это можно искать вечности не найти что какое преимущество вот у этого но я вам сказал недостаток тот же фокус не регулируется в этих очков хотя есть подобное с регулировкой фокуса но там идет преломление там лиза стоит прямо прилавляющее изображение то есть отражающие ну и за счет этого регулируется фокус но не такое мне кажется четкое качество изображения вот здесь более-менее приличное и режимы есть три режима записи то есть видео формата видео в которой можно записывать изображение но я выбрал мне больше подходит hd значит полный экран позволяет и просматривать и записывать полном экране значит но немножко такое конечно изображение не четкая но приемлемо кстати по последняя запись которую производил меня что-то удивило если он пишет все время в 30 кадров в секунду то здесь он записал 9 кадров в секунду я не мог понять почему меня так медленно идет запись это когда зашел свойства посмотрел параметры записи обнаружил что скорость то всего-навсего 9 кадров в секунду это было очень очень как-то так непонятно вот я перекодировал и эту запись и как получилось вы увидите в видео фрагментах которые я в конце нашей беседы я их выложу и вы сможете оценить недостатках этих полетов моделей я буду естественно рассказывать в ходе демонстрации видео но достают достоинствах недостатков чего я добился но чем надо еще работать вот здесь преимущество какое запись идет вы включаете запись и если запись прекращается или питание заканчивается или другие проблемы какие-то связаны с прекращением записи запись сохраняется то есть в любой чрезвычайной ситуации не предвидев форс-мажорной ситуации вы имеете запись вы имеете координаты места падения нахождение последнего нахождения вашего квадрокоптера и есть возможность ну это 90 процентов того что вы его найдете вот у меня так было несколько раз проблемы в основном все возникают вот именно вот с этим вот квадрокоптером с 5 дюймов потому что ну как то не получается ладить айнау с этим f4 в 3 полетником и возникают проблемы вот но не только здесь еще не только в полетнике дело тут еще дело в видеопередатчики хотя видеопередатчик мощный вот это 1 ватт передатчик пумовский хороший проверенный он у меня летал на этом он летал с этим дроном так сказать я им был доволен на приличное расстояние он летал до 3 километров я видел что где как летает но правда высота полетов было но не меньше когда связь была порядка 140 150 метров вот где-то так вот летал 100 но вместо поэтому прямая видимость сигнала я так понимаю что было то есть тут у меня получается что я стараюсь на невысоком небольшой высоте летать ниже 100 метров и когда он вдруг появляются естественные преграды в виде лесопосадки там или чего он уходит за горизонт здесь возникают проблемы я расскажу о последней проблеме покажу все это дело так что тут есть определенные нюансы с этим у меня как-то все попроще и в вопросах gps и в вопросе в вопросе в виде связи здесь стоит а как а второй вот поэтому 800 милливаттный передатчик видео надежный тоже хороший вот качество изображения неплохое но еще как зависит от подбора антенн конечно какая пара здесь стоит антон я убедился что лучшее сочетание лучшее сочетание это на этом это клевер и гиппель обыкновенный гиппель но надо еще учитывать как вы управляете если вы управляете своим квадрокоптером наклоним вниз значит естественно у вас гиппель диппель желательно чтобы он стоял вертикально вверх вот то есть его таким вот образом надо подгибать но опытные дроноводы они все эти мелочи знают все эти нюансы это я в принципе для тех кто начинает начинает заниматься этим этой проблемой или этим хобби чтобы они все это дело учитывали еще как как какие значит тут нюансы особенно при использовании вот экшен камер да вот такую вот например экшен камера это экшен камера у меня был dragon в 39 4к 4к 60 fps со стабилизацией ну не всю всякую вибрацию можно стабилизировать убрать но это вроде справляется неплохо но до определенных конечно пределов значит так использование этих камер что какому выводу я пришел обычно я эту камеру я всегда беру камеру вот чтобы был под подвин под такой для чего но это потому что я когда работаю с этим с подвесом я не люблю сюда ремешки какие-то цепляют тут еще корпуса я просто креплю винтом у меня есть винты я вот здесь вот креплю винтом его и очень все надежно и у меня был только один случай когда камера это пострадало когда только я собрал в корпусе сима x8 значит и она даже была выкнут выключена другая камера у меня была такая же вот я в предыдущих видео рассказывал кого это интересует может могут посмотреть мои предыдущие в архиве видео и найти значит это при тестовых полетах в ограниченном пространстве на детском футбольном поле на школьном футбольном поле врезалась у меня квадрокоптер сима в корпусе сима 8 но тоже мотеков 405 в ограждение ударился дрон упал на асфальт поврежден подвес и камера и там поцарапан объектив был поцарапан вот и камера перестала включаться и в мастерских как и я не носил никто ничего сказали на одного камеру вот тут большой и объектив довольно таки рыбий глаз и если он падает на асфальт на землю вот самая точечка объектива она царапается и практически появляется мутное пятно вы ничего здесь уже не увидите это очень часто у меня было было с камерами и с камерой с q23 которая у меня летала с 907 квадрокоптером вот если помните есть у меня видео эти и падала из со 120 метров на асфальт падала она и царапалась вот но и лежит я вышел как из положения даже те допустим на 3d которые корпуса печатают печатают для камер таких вот для гупрошки там для других они только крепеж держат камеру а оптика оставляет остается ну так незащищенная есть способ защиты это фильтр у меня к сожалению к этой камеры нет фильтров вот я что-то тут пытался подобрать но нет фильтров я решил по-другому выйти из положения вот такой aqua box который идет в комплекте с этой камеры вот такой aqua box как и со всеми action камерами этот у нас aqua box вот генетичный я практически с этой камеры наверно раза два только ее использовал для подводной съемки для подводной съемки и все у меня есть принципе еще один такой той же камеры которая не рабочая разбила такой же aqua box я решил чтобы его не попробовать использовать для полета с так далее я использовал осенью виде когда собрал только 5 5-дюймовую модель с нас моторами 2212 перемотанными по звезде мне тогда пришлось переделывать винты я понял что это просто выброшенные деньги переделывание они рассыпаются от каждого удара потому что вот эта часть становится хрупкой тут 6 миллиметров тут 5 вот этих моторов а там 6 миллиметров и поэтому надо высверливать отверстие 6 миллиметров и но она просто это не оправдывает себя я решил перейти на эти моторы вот я использовал защитное стекло если использовать вместе с защитным стеклом после первого же падения это защитное стекло будет поцарапано и качество потом уже видео будет то же самое что при поцарапанном объективе поэтому надо его снимать вот она легко откручивать четыре болтиками откручиваешь снимаешь вставляешь камеру крепишь на крепеж и нормально вы увидите что нормально летает нормально снимает только надо правильно угол выставить чтобы я в последней съемке когда снимал первое и последнее с этим пока еще не снимал я немножко я выставил камеру а у нее угол захвата меньше чем у ранкамовская ранкамовская двана вот здесь у меня стоит и мне я выставил по нижнему краю а надо было где-то по центральной точке и она получше получилось у меня что немножко низковато на нижний захват получился вот вы это увидите видео вот и вот так вот использовала она пролит полетала у меня с этим дроном один раз плитала с этим в принципе я доволен правда были винты у меня здесь стояли 50-42 кажется ну то есть с шагом 42 а здесь у меня 51-40 здесь я желе не заметил а здесь небольшое присутствие желе было я хочу еще попробовать вот с двух лучевыми 50-30-70-35 вернее здесь было 70-40 кажется 70-40 3 а здесь было 51-40 а здесь было 51-40 не помню точно надо посмотреть вот я сейчас поставил здесь вы видите 51-35 но складные винты хочу попробовать есть у меня и двух лучевые вот эти вот трех лучевые а здесь я хочу 70-35 но двух лучевые посмотрю как какое будет качество съемки вот так я вышел и есть еще камеры с q23 где тоже aquabox используется раньше он у меня летал как я сказал на 907 дроне тоже это было падение поцарапал объектив больше не снимал и кто же вырезал вырезал я в а к в буксе отверстия для объектива значит и сейчас вот использовал эту камеру с q28 думал что она по новее с q23 но к сожалению нет с q28 примитивнее там есть только фото видеосъемка и больше нет возможности не программное обеспечение не заложено в него значит чтобы можно через смартфон дистанционно настраивать и просматривать использовать то есть как видеонаблюдение ну а aquabox есть и вот я вырезал значит отверстия под объектив там объектив очень такой маленький примерно такой же как на смартфоне такой же маленький объектив даже может быть и меньше вот но качество 1080 он до 1920 на 1080 мегапикселей он дает и 30 кадров в секунду на цветопередача для курсовой камеры да а вот для но как ее использую как курсовую ты не будешь ну так для так для тренировочных полетов значит или для себя для 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 дома то но где-то выложить может быть на страничке в ютюбе значит где не требуется очень высокого качества но опять же отсутствие стабилизации при тех вибрациях которые на не отрегулированных будем так квадрокоптера где пить пить тюнин только так примитивно может быть подобран ну нет не очень не очень я вам скажу тряска за заметно вот поэтому надо все пробовать надо все регулировать надо подбирать винты значит чтобы как-то побороться надо пробовать в настройках программе то есть масса вариантов в этом поэтому вот что я вам хотел показать и о чем рассказать по быстренькому аккумуляторы которые какие я использую вот значит аккумулятор у меня пяти баночной своей сборки молисель молисель 42 это значит здесь до четырех с половиной ампер часа объема емкость ток до 50 амперов ну то есть там не более сколько я не помню сколько секунд но то есть он может быть всплеск до 50 по при постоянном 45 45 ампер он выдает значит ток очень тяжеловат конечно тяжеловат но летает и этот с с ними и этот с ними очень агрессивно и очень долго я так еще и ну блин до конца так я не попробовал в полете но до 30 минут летает значит кстати скажу здесь у меня были моторы это 07 2207 нет это тут 2207 а здесь 2205 значит 05 на тысячу 150 кВ значит после первым в первом же полете он у меня зацепился вылетел в посадку зацепился за дерево то акации нету дуб не помню и разорвал там себе все что можно было и сгорел у меня мотор один ну смысл перематывать один мотор я решил перемотать были но обычно треугольником обмотка была на 1750 кВ я решил перемотать по звезде может не такой агрессивный мотор будет но на 1850 вы знаете мне кажется он даже стал лучше во первых потребление тока стало меньше во вторых он летает также агрессивно как и на 1750 кВ поэтому я только вы от перемотки всех моторов я только выиграл ну и он и мне кажется тоже здесь у меня сразу были установлены 2207 перемотаны я сразу при покупке сразу их перемотал на отеле с 1500 кВ тоже летает хорошо и флипы делает то есть без проблем очень очень удобно мне нравится в общем вот что в принципе я хотел а я еще хотел вам показать еще один аккумулятор который я приобрел я показывал в предыдущих передачах я показывал что приобрел 50 амперный на 5000 если не ошибаюсь на 5 ампер часов аккумулятор литий-полимерный ну как кирпич я не знаю сколько он весит грамм 650 он кажется весит я его не стал собой но взял вот еще литий-полимерный вот такой аккумулятор на 1800 миллиампер часов 120 c то есть это 120 сеток понимает и курин то есть ток на 120 ампер вот летал он у меня и с одним и со вторым значит я вот до конца не так сказать не ставил такой задачи чтобы его полностью использовать то есть опустошить значит он у меня летал по 3-4 минуты но очень летал бодро ну вы это увидите видео я выложу сейчас после нашего беседы я выложу видео вы посмотрите как они летали не по много конечно летают нет такой возможности летать это я нахожу 15 минут где-то раненько утренчиком выбежал на поле благо что скосили уже поле выскочил запустил 15 минут пролетел и быстренько убежал чтобы не возбуждать определенные структуры поэтому нет возможности спокойно-спокойно несколько часов поработать полетать по использовать тут аккумуляторы всех типов и винты подстроить пиды то есть провести тюнинг настоящий по по той же схеме по той схеме которую обнародовал юлиан свое время как как необходимо как он во всяком случае настраивает пиды мне она подошла я в свое время настраивал пиды вот на этих аппаратах именно по его схеме и очень очень все было замечательно вот ну теперь надо как-то найти время я думаю она появится чтобы потому что те пиды которые войнами рекомендуют или те которые используют другие тот же юлиан допустим используют и у своей настройки и для моих дронов не получится у него во первых моторы более агрессивные у него там стоят моторы с заводской обмоткой по дельта у меня моторы с моей обмоткой по звезде они не такие агрессивные поэтому есть тут некоторые нюансы и все но схема настройки пид в пидах у него она подходит и в том и в другом варианте то есть просто надо время и надо терпение вот надо подстроить а вакро вакро можно летать и с этой настройкой которая есть у этих она в принципе проблем просто возникла в режиме стабилизации и в режиме удержания позиции вот тут есть некоторые не так четко удержит позицию вот все-таки отклонение происходит но это все надо настраивать настраивать в общем вот такой вот аккумулятор еще и взял так что а в основном в основном у меня вот они все есть и 4 баночные такие посмотрю где у меня тут а нет это у меня из тоже литий полимерный из 2 2 баночных собран 1 4 баночных вот есть такие же 21 700 4 баночные есть тоже хорошо его вполне хватает то же самое то есть на одну банку и для 5 дюймового и для 7 дюймового и его вполне хватает так что вот все тут все переходим к просмотру и так запись первое mark 4 5 дюймовый это его полет 2 но 1 после перемотки моторов после того как один из моторов сгорел я перемотал все четыре по звезде по схеме звезда управление нормальная вакро режиме полет нормальный ну мне довольно таки проблематично было управлять я впервые управлял ну и впервые хотя да впер именно в шлеме я управлял в очках впервые видимость была непривычная довольно таки не четкая надо было приспособиться поэтому я управлял осторожненько учитывая что скорость у него все-таки приличная пока же при небольших даже при небольшом ускорении при подаче газа он довольно таки быстро набирал обороты и скорость поэтому надо было очень аккуратно летать приспособиться приспособиться к управлению этим дроном он маленький тяжелый при поворотах резко проседал особенно при оборотах на 100 поворотах на 180 градусов он очень быстро терял высоту проседал поэтому надо было не забывать подгазовывать ну вот вы видите так вот он пролетал свои сколько там три с половиной минуты дальше его насиловать не стал мне этого было достаточно но еще я честно откровенно побаивался что где-то что-то вдруг сработает вот может быть нарвусь на неприятность я этого не хотел поэтому свернул быстро полет я давно не управлял дронами в акро режиме пять лет я не летал в акро и поэтому постоянного навыка управления не было мне необходимо еще было восстановить свои навыки ну полетать тут особо не полетаешь так что восстанавливать навыки управления в акро но проблематично вот я перешел в энгл в режим стабилизации для того чтобы его посадить спокойненько но управление в энгл тоже уверенно мне понравилось но в энгл вибрации этот полет последний который был и закончился начался арест 2 но закончился нехорошо я до последнего не не решался поднять его воздух потому что спутников не было и даже когда я поднял появился спутников его поднял один пропал осталось 5 в конце концов через сколько там 30 секунд полета у у меня пропала картинка когда я решил развернуться и лететь на базу вот она картинка пропала и все я включил возврат домой вместо возврата домой он начал совершать непонятные действия и приземлился хорошо что в поле они в посадке так закончилась у нас закончился последний полет 5 дюймового переходим к 7 дюймовому марк 4 7 дюйма это его второй полет первый он произвел в апреле месяце если кто-то смотрел предыдущее видео когда я показывал свои ограничители виде лап к нему прикручивал очень удобно они как амортизаторы как лапы легко взлетать с ними легко с его приземлять но то и тогда я не летал в акро я полетал режиме стабилизации проверил удержание высоты и на этом я закончил ну слабо решил я снять потому что управляется он хорошо легко и они принципе не нужны только мешают при полетах в свободном пространстве не в ограниченном то есть тут не надо биться об стены поэтому я эти защитные лапы снял и он у меня стала летать в акро вот этот поляйте полеты они совершались без камер action камер то есть только запись идет через курсовую камеру запись идет через курсовую камеру видео на очки управление устойчивое удобное принципе никаких проблем не представляет но немножко еще сам мандражировал потому что не привык в очках летать когда не видишь где дрон вот как его сажать тоже есть определенный риск что он влетит в тебя ну это все временные моменты то всему привыкаешь и начинаешь более смело ориентироваться в пространстве этот полет он совершал с пяти баночным аккумулятором практически его не чувствует вот он пролетал три минуты я опять же его переключил сначала в режим стабилизации потом удержание высоты и посадил пролетал три минуты заряда аккумулятора осталось еще 83 процента 84 это последний крайне будем так говорить его помет уже с action камеры по тому же маршруту по которому летал 5 дюймовый высота полета примерно такая же как и пяти дюймового до 100 метров с небольшим я вообще-таки дроны делал не до для фристайла не для горок а как дальнолетов пятидюймового дня на лед тысячи динам водили вот это планит поворота надо сюда быть очень внимательно потому что вот первых силы инерции из а резко развернуться 108 градусов назад носит эта раз а во-вторых проседает по высоте в этом не надо не забывать подгазовывать успешно развернулся, улетит обратно никаких проблем картинка не пропадает картинка устойчивая я говорю, что с этим у меня проблем не возникает с самим пимовым граммом INAV для Motec это идеальная программа обеспечена но если вы заметили то небольшое желе присутствует в отдельных моментах поэтому над кидами надо еще работать я думаю, что мы эту проблему решим полет практически подходит к концу и на этом мы после его завершения и закончим наше видео ВОЛНИЙСКОМ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok